27 июля 2021 года и, пожалуй, я не припомню более сухого лета, чем нынешнее, начиная с 1988 года. Поэтому вот эти яблони, которые у нас на улице растут, я поливаю регулярно и все равно они довольно интенсивно опадают. Тем не менее, все-таки собираю часть урожая, более крыличные яблочки для выжимания сока. Для сушки они пока еще рановато. И вот с помощью косы, вот павелец такую сюда, которую яблочки получу в отдельное ведро, носок, пустим или покушаем, или на компот. Ну, по крайней мере, приличные яблочки мы червякам не отдаем, только уж совсем такую с червоточинами падалицу. Ну и вот, видим, тут у меня шланг и поливаю очереднее дерево. К тому же, у нас вышло очередное постановление в Эстонии по поддержанию порядка. Она предусматривает не только укос сухой травы во избежание пожаров, хотя своей косой и делаю этот укос, и он пойдет червячкам. Ну, и также должна быть, выглядеть прилично изгорать. Поэтому, вот, пожелание подруги совпало с законодательством. Теперь я покрасил, не только заменил все рейки, но и покрасил с обоих сторон. Ну, и видим часть падалицы вот здесь, которая не идет никуда. Ну, в наше употребление отдаю червячкам. Ну, а здесь у нас буйство цветов и запахов около нашего вокруг гамака. И вот эти лилии, фоксы издают исключительный аромат, особенно вечером. Но, поскольку с утра более-менее прохладно, мы занимаемся наведением порядка с утра, другими заботами. А вечером или после обеда располагаемся вот здесь на гамаке и слушаем аудиокнии. Вот такая вот у нас вокруг красота, в то время, как груши набирают свой вес, все сорта, которые у нас есть. И сразу, как только сойдут яблоки, войдут и груши. И вам таких же удовольствий. Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. Вот 7 августа 2021 года. Уже второй день пасмурная погода. И мы второй день сушим яблоки, которые уже некоторые дозрели. И вот соотношение яблок пригодных для сушки и яблок, которые пойдут только червячишкам. Как видим, примерно один к четырем. Ну и вот эти пять яблонь, даже семь, считая вот те два. Но на них что-то нет яблок, наверное, потому что не поливал. Вот видим, как они выглядят, степень зрелости тех или иных временами идет дождик. И мы сами видим, что здесь не только мы стараемся, но вот тут отверстия есть в яблоках. И шершни их грызут временами. И вот так выглядят наши яблоньки в большем приближении. Вот такие вот полосатенькие. Эти пока с легким румянцем, как видим. Но довольно обильный урожай и не поражены паршой, поскольку я их опрыскивал интенсивно. Но некоторые вот так подгонюши. Тем не менее урожай будет и есть прекрасно. Здесь я еще падалицу не собирал рядом с компостной кучей номер девять. Ну и вот только что собрал, уже снова упали три яблочки, потому что ветерок. Ну и здесь поначалу я просто граблями собирал неделю назад. Ну а теперь уже можно и нужно собирать именно как урожай для нас самих, а не только для червячков. Вот так вот выглядит наш урожай и вам таких же успехов. Теперь покажу, как я их сушу. Прежде чем сушить, конечно, моем яблоки, чистим. Вот видим, сколько очистков получилось. Вот они и уши, которые хавают их. И когда вот так есть открытая приманка, то они, соответственно, больше едят именно вот эти порезанные яблоки и меньше тревожат целое. Ну, второй раз начинают цвести розы. Вот видим, здесь уже срезанные, вот здесь лежащие внизу лепестки каэтис, бархатцы тоже. Второй раз начали цвести, но на гамаке мы уже не столь много времени проводим. В основном на нем балдеют груши вот здесь, которые все-таки слегка пораженные листья паршой, поскольку поздно сделал обработку, но сразу же вместе со сбором урожая яблок будет и сбор урожая груш, похоже. Некоторые уже начинают желтыми падать. И теперь пойдемте смотреть, как же у нас сохнут яблоки в сушильном шкафу. Вот так вот выглядят наши игрушки. Вот видим, тут уже некоторые начинают желтеть, но они пока как картошка на вкус. Ну вот здесь видим, в пяти ящиках они у нас хранятся до сушки в нашем недоделанном пока санузле. Вот здесь мы их моем в ведре. Ну вот очередной раз я подложил комбин. Целый ящик вот такой засунул. Ну, соответственно, немножко у него других всяких дровишек. Ну и смотрим, как выглядят наши яблоки после суток сушки. Вот у нас четыре таких противня, застеленные пекарской бумагой. И вот как они выглядят. Ну, температура на данный момент 40 градусов упала после двух подкладываний. Начиная с 7 часов, а сейчас 10. И закрываем снова шкаф. Вот на обыкновенный такой уголок на петлях. Ну, а за окошком уже розовеют яблоки на другой яблони. Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 9 августа 2021 года. И вот, как видим, время 5 часов. Я уже камин первый раз прожил. На улице пока еще только темно. Вчера вечером начался дождь. Вот в сушеном шкафу у меня продолжают сушиться яблоки. Вчера мы порезали еще большое их количество. А те, которые подсохли, вот словно здесь на верхней полке. Ну, а на трех нюнях, как видим, те, что были порезаны вчера. Вот так они уже подсохли. Ну и, как видим, после первого же ящика, сожженного с пожранными большими ящиками, в количестве 5 штук уже температура дошла до 60 градусов. Ну, пока подкладывать не буду. Теперь осталось только сварить пшеную кашу в мотиварке. Ну и занести отредактировать видео для следующих загружек роликов. Вот видим новые файлы. Сохраняем и создаем и переносим туда новые данные, которые я записал за предыдущие дни. Ну и, соответственно, на второй смартфон причислялось тоже большое количество братьев, в особенности в последние времена, вступивших в братство. Это были люди, по наблюдению меры, ни во что не делающие, ничего не желающие, и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми, богатыми и сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было вложено. Продолжение следует...